Сначала я хочу передать привет Аминему. Эминем, братан, привет. Привет, Елена Блиновская. Лена, я тебя люблю. Именно поэтому сегодня я придам стихии огня, самое дорогое, что мне есть, для того, чтобы помочь тебе сжечь твой самый сильный страх и преодолеть самое главное ограничивающее убеждение. Это не метафора. Комплект игры «Пуд желаний» стоимостью 135 тысяч рублей мой самый ценный материальный актив. Но твой страх обходится тебе в миллион раз дороже. Уже через пару минут я помогу тебе навсегда избавиться от него. А сначала несколько слов про меня, про мою мечту и про Эминема. Меня зовут Андрей Трухин. Я не фанат Елены Блиновской, я фанат своей мечты. Я мечтаю стать известным на весь мир артистом, как Ауэс Пресли, Фредди Меркьюри и Эминем вместе взятые. Я мечтаю прочитать рэп вместе с Эминемом на матче НБА в Лос-Анджелесе или Бруклине. И я мечтаю увидеть и услышать, как мою песню исполняют на русском языке, именно на русском языке, самые популярные артисты в более чем 100 странах по всему миру. И люди начинают интересоваться русским языком и учить русский язык. Технически все наши мысли и чувства – это просто электрические импульсы. Вероятно, уже сейчас можно измерить силу мысли в каких-нибудь ваттах, вольтах или амперах. Но в чем измерить силу мечты? Я думаю, уже скоро ученые научатся измерять силу мечты. А сейчас сила моей мечты – одна из самых сильных в мире. И когда ученые научатся измерять силу мечты, для этого ведут новую величину и назовут ее в мою честь Трухин. К примеру, мечта Леонардо Ди Каприо получить Оскар будет равна 100 Трухиных. Мечта Илона Маска колонизировать Марс – 500 Трухиных. А моя мечта прочитать рэп вместе с Эленемом – 1000 Трухиных. Уже скоро реальность расплавится, подстраиваясь под мою мечту. Расплавится просто потому, что я так хочу. А сейчас я сожгу игру «Путь желаний» с намерением помочь Елене Блиновской избавиться от ее главного страха и намерением прочитать рэп вместе с Эленемом на матче НБА в Лос-Анджелесе или Бруклине. Плавится реальность Миллиард 150 миллионов секунд Плавится реальность Миллиард просмотров рекорд YouTube Плавится реальность Миллиард человек постарались, чтоб ты услышал этот звук Плавится реальность, подстраиваясь под мою мечту Плавится просто потому, что я так хочу сегодня прожил Миллиард 150 миллионов секунд событий исторической, но это не только мой триумф За тридцать поколений, за несколько сотен лет Миллиард людей потрудились, чтоб я появился на свет За каждой секунды жизни стоит один человек Я благодарен каждому, эта песня для них всех Плавится реальность Чувствую, принимаю, обираюсь Плавится реальность Эта энергия меня просто разбирает Плавится реальность Солнце во льве, год тигра Плавится реальность Заяви о себе миру Двое постарались и я пришел в этот мир Мама и папа мне жизнь подарили Математика моего рода в следующих строках 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 на 2 Умножим 512 с тремя нулями число Тысячи людей, десять поколений прошло 2 тысячи, 4, 8, 16, 32, продолжаем в историю углубляться 65, 131, 262, 524, 20 поколений, миллион человек 2 миллиона, 4 миллиона, 8, 16, 33 на сотни лет в прошлом 67, 134, 268, 536 Силу миллиарда, я чувствую кожей Реальность Я не один, за мой миллиард Плавится реальность На 30 поколений в историю взгляд Плавится реальность Это песня для каждого, это песня для всех Плавится реальность Обречен на славу, обречен на успех Звуковая волна, сила миллиардов душ Немыслимая громкость, весь мир оглуш Каждый из 8 миллиардов, но не живушь Каждый на переполненных стадионах и бушь Каждый, кто меня слушает Иван и Джон, Миша и Мишель, Барак и Илон Си и Норендра, Несси, Роналду, Лена, Юля, Аня Все люди-братья За 30 поколений за тобой стоит миллиард человек Кто-то из них, возможно, даже делил с моими предками ночлег А если копнуть еще глубже на тысячи лет Тысячи триллионов, только чтобы ты увидел этот свет Никогда не сдавайся, не смей сдаваться Тебе по силам преодолеть любые препятствия Я сочиняю реальность, плавится красочно Я есть, и этого достаточно Сейчас я расскажу, что это был за страх Но его больше нет Поэтому сначала я хочу сказать о том Почему я не мог просто написать тебе в комментариях Твою телеграм-канал Дело в том, что ты заблокировала меня там Из-за стихотворения Пушкина Серьезно? Серьезно, Лена? Не думаю, что у твоих модераторов есть указание блокировать за стихи Пушкина Поэтому я думаю, что это сделает именно ты своим пальчиком Напомню, как это было Летом ты написала сообщение в своем телеграм-канале О том, как сильно ты всех любишь Могу ошибаться, какое именно это было сообщение Скорее всего, вот это Я решил прокомментировать его четверостишием Пушкина Мой ангел, я любви не стою Но притворитесь, этот взгляд Все может выразить так чудно Ах, обмануть меня нетрудно Я сам обманываться рад Я как раз перечитал это стихотворение А еще в прошлом году я три раза перечитал Евгения Онегина И мне показалось забавным прокомментировать это сообщение стихотворением Пушкина Но, видимо, тебе это не показалось забавно Лена, конечно, это твое право банить за что угодно Хоть за стихотворение Пушкина Но можешь ли ты себе представить, Лена, чтобы Ксения Собчак, за счет которой ты простаивалась Ведь именно после этого интервью я про тебя узнала Можешь ли ты себе представить, чтобы Ксения Собчак забанила кого-то за стихотворение Пушкина Можешь ли ты себе представить, чтобы Моргенштерн, твой кумир, о котором ты с таким придыханием рассказываешь в своих марафонах Забанил кого-то за стихотворение Пушкина Но я все равно хочу помочь тебе, Лена, потому что я тебя люблю Что же это был за страх? А я уже назвал его полминуты назад У Ксении Собчак не было проблем с тем, чтобы ты прослаивалась за ее счет А у тебя с этим большие проблемы Ты сама об этом пишешь в своем телеграм-канале Если вы хотите за счет меня прославиться Ох, вижу здесь много возмущения Заранее до свидания И в конце этого же сообщения ты пишешь о том, что тебе нужны Мега талантливые люди, способные менять мир Но ведь это просто два взаимоисключающих параграфа Как же к тебе придут эти самые мега талантливые люди? Ведь ты сама не пускаешь их в свое поле Ведь, не дай бог, они прославятся за твой счет Это что, зависть к их будущему успеху? К более успешному успеху, чем твой? В чем проблема дать возможность людям прославиться за твой счет? Вот человек прошел марафон И желание Елены Блиновской И стал известным на весь мир Вот человек начал проводить игру Путь желаний и стал известным на весь мир В чем проблема? У доктора Дре не было проблем с тем, чтобы Эминем прославился за его счет У Эминема не было проблем с тем, чтобы Фефисент прославился за твой счет За его счет А у Джей Зи не было проблем с тем, что Бурьяна прославилась за его счет. А одно из моих желаний из новогоднего марафона звучит так. Я хочу найти и сделать известными на весь мир несколько феноменально талантливых и целеустремленных людей. Мое эго от этого не пострадает, что кто-то прославился за мой счет. Это одно из моих желаний, а не ограничивающих убеждений. Я даже, наверное, сделаю фонд. Но зову его просто следуя за мечтой. Для того, чтобы открывать мир у новых Альбертов, Эйнштейнов и Элонов Масков, Эминемов и Пушкиных, певиц Адель и певиц Максимов. Зная, что все они прославились за мой счет. Как же так, Лена? Ведь ты говоришь, что у тебя солнце в шестом доме. И твоя миссия – светить людям. И ты действительно можешь светить на весь мир, когда избавишься от своего ограничивающего убеждения. А пока ты светишь не то, что они на весь мир, но даже не на всю страну, а только своим курочкам. Курочкам блинов. А как же остальные курочки, Лена? А как же петушки? Тут петушков среди своих курочек сколько? 2%? Я считаю, что ты совершаешь преступление. Преступление перед вселенной, когда отказываешься светить людям с педными животиками и глибки. А ведь это люди, которые могут позволить себе ездить. А большинство никогда не было за границей. Есть люди, которые полтора часа утром едут от Криводана к Кида Маркса, потом еще полчаса на Металду Зельцовский, а потом обратно. Есть люди, которые 4 часа тратят на дорогу, в день на работу, стоя в переполненном базе. И эти люди сейчас больше всего нуждаются в своем свете. Но он до них не доходит, натыкаясь на зависть, которую ты сама правосудовательствую. Самый простой способ превратить эту зависть в восхищение – показать мою историю успеха. Вот я был такой же, как все. Мог проехать на метро или в маршрутке. А теперь я читаю рэп на сведении Семеневы. Возможно, все. Мечты сбываются. Благодаря марафону желаний к Немену Гленовского. Пришло время избавиться от этого ограничивающего убеждения. Ну что, Лена, как ты теперь себя чувствуешь? Страх, что кто-то может прославиться, за твой счет ушел. Его больше нет. Мега талантливые люди прославляются за твой счет. Ты прославляешься за их счет и чувствуешь себя счастливой. Теперь, когда это ограничивающее убеждение осталось в прошлом, я могу прославиться за твой счет. Я предлагаю провести игру «Путь желаний» для тебя, Юлии и Марины где-нибудь в Новосибирске. Например, в Новосибирском оперном театре. 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 Стоимость игры – 1 миллион рублей для каждой из вас. А что? Я единственный мужчина, который был на мировой премьере игры в Дубае. Таких больше в мире нет. Я единственный в мире, кто сжег свой комплект игры для того, чтобы помочь тебе преодолеть свой страх. По сути, я могу даже ничего не говорить на игре, просто мечтать силой в тысячу трухиных, показывая своим примером, что возможно вообще все. Абсолютно немыслимые и нереальные желания сбываются с потрясающей легкостью. А еще три места продадим трем твоим курочкам по 10 миллионов рублей за место. Эти 30 миллионов и доход за места в зрительном зале оперного театра я предлагаю поделить пополам. А точнее на четверых. Ведь я лев. Щедрый и великодушный. Вы все окупите поездку, еще и заработаете денег. Я прославлюсь за твой счет, ты прославишься за мой счет. А самой счастливой будет Ксения Собчак. Ведь в итоге мы все прославимся за ее счет. Лена, я просто тебя люблю. Делаю все по инструкции, все как ты учила. И я правда искренне считаю, что марафон желаний должен пройти каждый человек в мире, в том числе Эминем Братан. Эминем умеет шевелить языком, а я умею шевелить мозгами. Не поймите меня неправильно, конечно, Эминем тоже умеет шевелить мозгами, но я это делаю лучше. А он лучше владеет речевым аппаратом. Но я могу мечтать силой в тысячу трухиных. И потом, у меня есть идея на миллиард, а у Эминема ее не было. Вот только пока Елена Блиновская не хочет стать доктором Блиновской и вылечить меня, как доктор Дре вылечил Эминема. Ну, ничего, может быть найдется другой доктор, который меня вылечит. Помимо идей на миллиард, каких только идей нет в моей голове. Это же надо было додуматься, первым в мире отметить юбилей в миллиард секунд песней, поблагодарив в этой песне миллиард своих предков за каждую прожитую секунду, попутно выяснив, что все люди братья, причем буквально, от 30 до 100 поколений. Ни один креативный директор до такого не додумается. Потому что ни один креативный директор не может мечтать с такой силой, как я. Моя вера в мечту обеспечит мне немыслимый уровень креатива в крови. Уровень креатива в крови. В конце я хочу пожелать тебе, Елена, а также 8 миллиардов моих братьев и сестер, дорогой брат или сестра, просто следуй за мечтой, к своей мечте беги. Не можешь побежать, иди. А если нет, ползи. Неважно, с какой скоростью, здесь главное стремление. Можно и прилечь в нужном направлении. А еще хочу сказать, что где бы ты ни был, куда бы ты ни шел, выше подпородок, все будет хорошо. Это не мой Porsche Cayenne. Моим самым дорогим активом была игра. Просто в конце этого видео я хотел показать, что одинаково, уверенно чувствую себя, как за рулем Porsche Cayenne, так и за поручьем Пазика. И я хотел прочитать куплет лучшей в мире песни Эминема Братана. Но, look, братан, и он не будет. Субтитры сделал DimaTorzok